Это справедливо для каждого человека. То, чего мы хотим, происходит не потому, что мы этого хотим. Это происходит потому, что мы приобретаем необходимые способности. И если нет способностей, и я хочу, чтобы произошло то или это, это будут только пустые мечты. Чтобы происходила жизнь, необходимо нарабатывать способности. А наши способности в корне зависят от того, насколько разумно мы можем действовать в любой жизненной ситуации. А это основывается на том, насколько включен ваш мозг. В древние времена, в Индии, в этой культуре, существовали тщательно разработанные системы того, как тренировать мозг, как подключить его настолько интенсивно, насколько это возможно. Есть очень показательный случай, который произошел в 30-х годах. Вы слышали, как люди долго поют мантры, может быть, в храме или где-то еще, часами произносят аум и другие мантры. Эти мантры использовались для активации мозга, потому что звуки, которые вы издаете, оказывают огромное влияние на происходящее в нем. Мантры структурированы так, что в них задействована определенная математика и в то же время определенная поэзия. Использование определенного уровня структурированных звуков так сильно активирует мозг, что эти люди обладали феноменальной памятью, практически нереальной для человека. В наше время мы считаем, что для человека такое невозможно. Они обладали такой памятью благодаря тому, что использовали определенные звуки определенным образом. Однажды два друга отправились в Аранаси. Они купались в реке, общались и заключили деловую сделку. Они договорились, что один даст другому 50 тысяч рупий для ведения бизнеса. Прямо там устно они заключили соглашение. И дело было сделано. Через несколько лет, поскольку не было письменного подтверждения, когда этот человек захотел вернуть деньги, другой сказал, «Ты мне их не давал». Ничего такого не было. Тогда тот обратился в суд. Придя в суд, у него не было доказательств. Он сказал, «Я отложил ему деньги, но у него не было доказательств». Судья сказал, «Вы должны предоставить доказательства, иначе мы ничего не можем сделать». Тогда он вспомнил, что когда они были в реке, рядом с ними купался священник, брамин. Он подумал, что, возможно, тот слышал, о чем они говорили, и что его можно использовать в качестве свидетеля. Он отправился на его поиски в Варанасе, нашел его, но к своему разочарованию понял, что тот не знает английского языка, а они говорили на английском. Священник не владел английским языком. Брамин поинтересовался, «А в чем дело?» Тот ответил, «Четыре года назад мы купались в реке, вы тоже там были. Я надеялся, что смогу использовать вас в качестве свидетеля». Брамин сказал, «Хорошо, я могу повторить все, что вы говорили». Он не знал английского языка, но повторил каждое сказанное ими слово. Он просто запомнил каждый звук, который они произнесли, не зная смысла, не зная языка, но он мог повторить каждое произнесенное ими слово. Его привели в суд, и дело было выиграно. Наша память и наша способность действовать может быть значительно улучшена, если мы правильно работаем с внутренним состоянием. А также одна простая вещь, которую нужно сделать. Если вы хотите, мы можем сделать намного больше шагов в этом направлении, но простая вещь, с которой нужно начать, это научиться просто быть неподвижным. Если вы сидите где-нибудь, учитесь просто сидеть абсолютно неподвижно. Не шевелясь, вы увидите, что ваша способность к восприятию и способность использовать мозг значительно улучшатся. Я хочу, чтобы вы поняли. Все, что вы видите, слышите, обоняете, пробуете на вкус и осязаете. Все записывается. Ваши проблемы с памятью — это только ваша неспособность воспроизвести это, когда возникает необходимость. Проблем с записью нет. Записывается все. Но вы не в состоянии извлечь то, что вам нужно. Если вы хотите вспомнить одно, в уме всплывает что-то другое. Так что это просто вопрос ясности, а не памяти. Допустим, мы скажем, что у этого телефона мало памяти. Что это значит? У него ограниченные возможности записи данных, не так ли? Если я нажимаю 2, а появляется 5, что это значит? Плохая память или плохая клавиатура? Плохая клавиатура. Так что здесь дело в плохой клавиатуре. Это не вопрос плохой памяти. Очень важно, чтобы вы называли 2 двойкой, а не пятеркой. Дело в плохой клавиатуре. Не пытайтесь исправить память. С ней все в порядке. Все, что вы видите, записывается. Вы не можете набрать нужный номер. В этом вся проблема, не так ли? Так что проблема не в памяти, а в ясности. так что мы должны работать над ясностью. Что дает нам ясность ума? Во-первых, если наша ясность сама по себе не очень хорошая, самое простое, это относиться к вещам с определенной точностью. это хатха-йога. где должны быть ваши ноги? Здесь. Не здесь. Вот так. Где должны располагаться руки? Вот так. Так неправильно. Вот так. Выполняя все это, моя голова смотрит вниз. Не так. Вот так. Точность. Теперь вы садитесь. Когда вы сидите, наблюдайте. Ваши штаны. Вот так. Чтобы вы не взяли с собой записная книжка, где она должна находиться, где должна лежать ваша ручка, там. Просто практикуйте это. С каждой мелочью. Просто внесите точность в свою деятельность. Тогда это произойдет и в вашем уме. Вы увидите, что если я скажу это, то ум перейдет к цифре 2, а не к 5. тогда ум будет путаться. Так что идите к этому постепенно. 2, 3, 1, 2 здесь, 3 здесь, 1 здесь. Проделывайте это с каждым аспектом своей жизни. Ложитесь спать, как там все должно быть. Идете в свою комнату, как там все должно быть. Просто привнесите в свою жизнь такую же точность, как при выполнении асан. Вы увидите, как постепенно ум станет очень ясным. Он станет скрупулезным во всем. Выполняйте эту простую практику, начиная с этого момента. Когда вы стоите, сидите, ходите. Когда вы ходите, просто посмотрите вот так, как будто вы делаете какую асану? Матсиндрасану. Сколько колонн здесь? Не пытайтесь пересчитать их все. Первый ряд. Если вы просто посмотрите, здесь 5 колонн. Просто отмечайте. 5 колонн, 1 емкость, 1 каменная скамья, 1 большой камень, 1 пруд, еще 4 колонны, 1 дверь. Какой высоты? Похоже, 3,5 метра. Просто делайте это во всем. Сколько шагов отсюда до сюда? Не считайте 1, 2. Когда сделаете 3 шага, ага, кажется, это было 3. Затем еще 3, еще 3 и еще 3. Через несколько дней вместо 3 считайте 11. Или 4. Или 5. Не думая, вы должны постепенно понимать, хорошо, думаю, я прошел 12 шагов. Это йога. Это произойдет само по себе в течение определенного времени, но сейчас мы торопимся. Поэтому используйте ум, чтобы сделать это. Чтобы привнести точность в свое тело и в свой ум, позвольте уму подражать тело. Вы увидите, ясность придет сама собой. Память – это не проблема. В любом случае записывается все. сейчас я вас оскорблю. Попробуйте забыть это. Сможете? Вы будете помнить об этом всю свою жизнь. Да или нет? Значит, у вас отличная память, просто вы запоминаете плохие слова. у вас будет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok